Ребята, всем привет! Сегодня мы едем на первое занятие в школу кайтинга Кайтзона И какая выдалась погода, вы только посмотрите! О-хо! Метет, ни черта не видно! Занятие школы проходит рядом с моим домом практически, поэтому я еду на Шерпе Это будет удобней Все, ребят, сейчас перееду два поля и уже на месте буду А вон и Саша поехал! Машина кайтонной пошла со снегоходом, ребят Снег валит! Невозможно! Надо окно закрывать Ну все, ребята, я приехал Пошли посмотрим, что там происходит Приветствую! О-о-о! Приветствую! Так, ну вот, тот самый Александр, который нас будет обучать Будем сейчас познавать Какой у него автомобиль-то? Все для проживания есть, да? Да, нам автономочка, солнечные панели Все, как бы у нас все на полочках Все по своим лесам Кайт-мобиль Можно ходить в мокрое место Слушай, а есть кайт такой, чтобы за него зацепить еще и потащил все? Легко, легко есть Класс! Я хочу, кстати, летом попробовать на катер кайт зацепить Мы пробовали, делали На катер таскали, да? Ну вот! И байдарку, и катамаран таскали Будет докатка! Слушай, вот сразу к одежде, да? Вообще, предпочтительнее комбинезон Да, у меня есть на тебя комбинезон Чтобы не поддувало, не задувало У меня прям под тебя вот сейчас есть новый комбинезон Если что, можно будет померить Вот так вот Да, есть, вот, видишь, не поддувает Вот он на лямочках, все мембранно, все дышит, все работает Потому что кайты, это все равно ветер постоянный Конечно! Ну что, ребят, сегодня меня будут запускать Как говорится, и не такое летало Так что, надеюсь, у меня все получится Погода, видите, у меня какая волшебная выдалась Кстати, это хорошо или плохо вообще снег? Ну! Или это никак? Это водные кайты, мы попробуем Пофиг ему Да, главное, чтобы не было где-то температура минус 2 Ну, то есть, больше плюс Да, ну, чтобы не было так называемого обледенения губа Ну, обледенение в таком погоде, да, да Сейчас не будет у нас обледенения губа А парафойлу плохо снег? Парафойлу, он проще запускается Ага Легче летает Но его надо Он хуже держит порывы Ага И его нужно обязательно Он всегда сухой должен быть С него надо сушить Все, ребята, начинаем подготовку В общем, ты от меня будешь отходить Будешь выполнять все команды Сейчас 30 минут, где-то 20 Моя быстренько теория И дальше у нас с тобой начнется прах В общем, сразу под поезд, ребята Да, конечно Экспресс-курсом И ловите меня где-нибудь на канале Сейчас, да, мы постараемся поставить тебя быстрее Но в дальнейшем обязательно Нужно будет полноценно приходить заниматься Для того, чтобы ты понимал, что и когда ты делаешь Ну да Мы пройдем пока по верхам Да, ну просто программа обширная Она рассчитана минимум на 10 часов Минимум Сегодня я на тебя заложил 3 часа Как там хватит по твоему физическому состоянию Вот, сейчас я выдам тебе большую трапецию Потому что самое главное это пузо Вот Мы сейчас относительно пузо с тобой все померяем Пузо, вот видите В кайте важно пузо А вы говорите, худеть надо Нет, самый оптимальный вес Если честно, килограмм 70 75-80 Это вот прям самый оптимальный вес Любой производитель У меня сейчас 95 Ну вот, он рассчитывает именно под это Это трапеция Вот Вот Это трапеция Она будет у нас поддерживать и держать кайт Значит смотри Ты Да, ты решил стать кайтером Первое, без чего необходим Невозможно кайтить Это Это Ветер 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 у нас определяется по Математической модели Прогнозу И по факту на месте Вот У нас есть ресурсы Виндфайндер Виндкуру Есть Винди Российское приложение Новое Которое сделали Да Кстати, очень удобно Прямо там Любую точку можно забить И буквально Тебе по каждому часу Будет она выдавать Какой будет ветер Какие будут порывы Вот Обычно для начала Порывы ветра Не должны превышать Хотя бы 50% от ветра То есть, если дует там 7 падает там Хотя бы до 5 Или 7-10 Мы можем заниматься Но если 7,1 Бывает такое Да, порывисто Когда особенно Только-только ветер начинается Вот То это Ты должен уже На твое усмотрение Относительно твоего опыта А значит, смотри Выше по ветру Ниже по ветру У нас не должно быть Никаких абсолютно Ну Препятств Даже Если мы У нас чисто поле Ну и идет Небольшой подъем И мы будем Накачивать кайт Прямо около этого подъема И поднимем Этот подъем Даст восходящий поток Как парапланиристы летают И человек вас просто выдернет То есть По факту Приезжаем на место Как по факту Мы определяем ветер Есть несколько Способов Первый Самый Легкий способ Это Взять прибор Называется анимометр Вот Поставили И в течение 10 минут Померили среднее значение У нас в кайтсерфинге Существует Да Вот после всего того Что я рассказал 5 состояний При выборе размера кайта Первое состояние Когда размера кайта У нас не хватит Потому что Размера нам Ну Просто недостаточно Второе состояние Это называется Ну по русски Недодос Или Лесп Когда вы будете От кайта получать Моу пауэр Больше энергии Это называется Недодос Второе состояние Это комфорт Когда вам Вы попадете Своим весом Относительно силы ветра В размер Третье состояние То есть Четвертое состояние Это у нас уже Передос Когда ветра много Но мы размером Справимся Нашим Да И пятое состояние Когда мы Просто-напросто Тупо улетим Вот То есть У нас первое И пятое Нерабочее Нам Или Совсем мало Размера Или Совсем много А второе Третье Четвертое У нас Всегда будет Рабочее То есть Мы приехали Увидели у нас На споте Катаются Там 10 человек Посмотрели На каждом кайте Будут цифры Вот Мы посмотрели Что как Если более-менее Наш размер У нас 12 Там или все 14 Или 10 Плюс-минус Можно кататься Если Там 7 Или 15 Или там 17 Мы улетим Вот Кстати Вот это пятое состояние Ребят Самое прикольное Видео На ютубе Получается Да Когда Присыпать доску Чтобы она не улетала Поэтому с собой Всегда имеем В складу Маленькую лопату Останется Воздух Поперечных И мы сможем Добраться До берега Применив Систему Самоспасения Вот Если же У нас Кайт Без Вот этих Трубочек Без Системы Вампам То Изначально Мы Раскладываем Кайль Вдоль По ветру Надуваем Все Поперечные Баллоны Их у нас Тут три Их может быть От трех До пяти Шести Ну до шести Бывает Изначально Мы накачиваем Все поперечные Баллоны При этом Изначально Наскать Качаете Не руками Особенно У кого там Со спиной Проблема Еще как-то А спину Прямо И просто Ногами Только За счет Приседания Прямой спиной Тяги Лес Лес Пауэр Жуя Он вам показал Палец Запустили А он Улетел На пальму И еще Кого-нибудь Не дай бог Пришип То половина Ответственности На вас Это уже Нужно Самому Понимать То есть Готовы Запускать Если это Ваш Друг Вы знаете Что он умеет Конечно Не вопрос Дает свою тягу Нам И свою скорость Внутри окна Ветрового Теряет Если мы Отпускаем Планку Мы его Будем разгонять За счет Этого Но при этом Сам он Эту тягу Будет терять То есть Нам ее Не будет Передавать Ситуация Например Приходит Грозовой Фронт И тут У вас Ключило 25 метров В секунду Где Ветровой Диапазон У кайта Не работает Ну просто Тупо Не работает Ну да Уже Сброса Не хватает В этом случае Мы активируем Систему Безопасности Вот берем За рыжую Очаковку Дергаем Вперед И ничего Больше Не делаем Отпускаем Теперь ребята Что произойдет Смотрите Оп Наш кайт Повиснет На той Одной стропе На той Одной стропе Которая У нас С вами Пристегивалась Если мы Левша К правой Части Кайта То есть У нас Кайт Упадет влево И мы Это будем Делать В боевую Вот То есть Смотрите Если мы Кайт У нас Держал форму Потому что Все четыре стропы Были натянуты Как только Он повиснет На одной стропе Тяги Не будет Просто Все Безопасно Он встанет Боком И не будет Просто У него ветер Не будет попадать Колбасит На вот этой стропе И вот В этом случае Еще существуют Две системы безопасности Которую Производитель придумал Первое Вот эту Желтенькую Вперед И отпускаем И таким образом Отстрелили совсем Что у нас происходит Мы кайт Просто отстрелили От себя То есть При любой нагрузке Мы можем Отстрелиться Всегда От кайта Без этого Кайтинг Не был бы Сертифицированным Спортом А теперь Возникает Еще более Экстренная Ситуация Мы Отчековались Но в процессе Пока Нас несло Мы Вот так Запутались И кайт Тянет Хоть отчековывайся Хоть не отчековывайся Ничего не Произойдет В этом случае Переводим Камеру сюда Вниз Видите У нас есть Запас Система Дергаем вниз Дергаем Дергаем Посильней Дергаем Оп У нас есть Стропорез То есть Всегда Мы можем Его взять Под стропу И рвануть То есть Без этого Не выходим То есть Понимаете Тонкая стропа С огромной нагрузкой Просто Вас сдавит И просто Сейчас Ребятки Чуть-чуть неправильно Выдергивал его Да Надо было резче Надо было и резче Она сделана Только в резком состоянии Срабатывает И режется Вот в таком положении Да Режется То есть Палица В кольцо Да Прям раз И если что То это сразу режет Регулировка Это и есть Его диапазон Как вы правильно Его настроите Когда вы ходите кататься Когда вы выходите кататься Если вы все правильно Сделаете То Вы сможете Использовать Полный потенциал Работы кайфа Если вы неправильно Настроили То Кто-то Например У вас Там 12 размер Будет кататься На 10 А вы даже Неправильно Завязали И на 12 Не поедете Потому что Вам тупо Не хватит Потому что Неправильно Была регулировка Ребята Хочется Чтобы у вас Было Правильное Понимание Того Что мне Объясняют Сейчас Я буду Делать Все под Надзором Опытнейшего Инструктора Для Вас же Нельзя так Посмотреть Этот ролик И начать Летать Работать С кайтом Это неправильно Это небезопасно Все таки Надо будет Учиться Я сам Потом буду Проходить Более расширенные Курсы Для того Чтобы правильно Понимать Все процессы Сейчас мы Показываем Очень сжато И очень кратко Только по верхушкам По самым верхушкам Проходим От того Что я уже 20 лет Держу В своих руках Кайт Я все равно Использую Систему безопасности Если даже Вы 2-3 года Катаетесь И вам кажется Что вы справитесь Без системы безопасности Это не так Всегда Она должна быть Вместе с вами Это самое главное Ну и спать И чем Опытнее Райдер Тем лучше Он разбивается Я сейчас держу Но вы Вы Должны Будете Понимать Что У каждого Кайта Есть свой Ветровой Диапазон Вот сейчас Мы уже В состоянии Передоза Чтобы вы понимали В любом Неосторожном Движении Он может просто Взять Поднять И понятие Если вы Его запустите В тягу Вы раз И можете Просто Полететь Поднимайте Да Иди на меня Нижнюю часть Катя На меня Тащи нижнюю часть, прям по стропу Вот, все, и на меня паркуй Вот, окей Наша зона, где будет летать кайт будет разделяться на часы то есть часы в краю ветрового окна мы сейчас говорим только про ту минимальную зону где мы будем удерживать кайт и откуда мы его запускали? Тогда горизонтально, значит смотри как делается берем за две стропы управления вот так, вот вот так и один раз тоже вот так тянем сейчас в центр уйдет за верхнюю и он у тебя, оп, сам прилетел ага вот так вот что здесь, что здесь, что здесь везде минимальная тяга твоя задача сейчас ходить в лавировку против ветра правым галсом или левым галсом в одну сторону или в другую то есть относительно кайта сюда или сюда таким образом мы пойдем против ветра как только мы поднимемся я дам некое упражнение и мы будем вот такими галсами вот такими галсами будем сливаться вниз по ветру ветра он должен в плюсе лететь то есть если ты его передушишь вот чтоб ты понимал я понял вот видишь он начинает падать отдал ему опять скорости и теперь управляемости добавил угу то есть на маленьком просто понятно то есть видишь не страшно и понимаешь что происходит это много отдал от себя левая левая вот сделай чтобы он летел он в положительной скорости должен то есть наше сейчас с тобой от себя от себя и левая от себя это значит скорость да у кайта как говорил меньшая тяга но скорость у кайта плюс блин выбить это из головы я говорю я тяну на себя планку чтобы он взлетал неправильно неправильно да так сколько знаешь сколько дельтапланиристов разбивается левая да наоборот тоже самое ну наоборот потому что взлет это вот ты ручку от себя да да я 15 лет просто на парамоторе лежу ооо и левой попробуй зафиксируй это правая левой видишь уже удерживаешь хорошо я уже не помогаю вот пытайся удержать в этой части и планку левую руку убрать правую от себя видишь давишь его правая и от себя а а а немножечко помог ты вот вот здесь фиксируешь я вот путаюсь вот с этим с планкой эх оооо да ничего страшного пускай уже падает это за нас он ушел ааааа мы воздушный пузырь поймали то есть так называемый восходящий поток ой ну ничего он там все сделано чем раз да да я его наверху оп я его тормознул чуть чуть чтобы он не перелетел на нас и стропы не повисли да 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 немножечко еще аааа есть сейчас эффект взвиг ветра то есть на разной высоте немножечко меняется направление поэтому он в зависимости от высоты он начинает за нас немножечко залетать ну потому это тоже при изменении направления ветра такое бывает вот здесь фиксируй его на пятерку оп ха 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 у тебя нормально ты смотри чего мы делаем с тобой новое упражнение маленькое не надо не надо крутить планку вот так поставь забудь от себя левая понимаешь а когда у тебя еще сноуборд будет на ногах надо понимать куда он тянет а еще какую тягу я только вот голову убираю от него и я его теряю не понимаю еще вот теперь начинаешь вот так вот делать горизонтально поставь со мной вместе руки перед собой этим можно так делать это называется горизонтальный мах за ним идешь только сильно не тяни на себя если что тяга просто от себя сразу не справляешься давай левая правая правая левая правая левая так видишь она у тебя самая интересная не знаю видишь ты постоянно тушишь его ты не даешь ему лететь дай ему чтобы он летел слишком нагрузка здесь должна быть где-то 300-400 грамм не больше вот вот хорошо 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 вот то что я просил и идем только когда тянет и этот кайф если на случай все вообще полностью скинет тяга давай давай продолжаем продолжаем прям до конца поля нужно практически сделать они должны быть симметричные и одинаково вот ты подгрузи самое главное это вот это обратная связь называется обратную связь получил с кайтом вот подгрузил и раз два раз два он одинаково летает и тянет тебя четко и и он и вот и вот а а а а а а и а а а Оуу! Поехали! Правая, правая! Не учись, это плохо! Ааа, брось! Левая! Он через зону тягивая у тебя прошло Плавно! Все движение плавное, через камеру Малейшая тяга пошла, ты видишь, скорость пошла у кайта. Бросай. Это плаза у нас пятерка. Подтяни чуть планочку, задай направление и пошел. Продолжение следует. Продолжение следует. Легче я уже пойду на доске. Но рисковать не стали. Это неправильно. Надо учиться, надо постепенно получать эту информацию. Потому что у меня сейчас чувствует голова кипит. Если поколение, то разбить, сварится. Да. Так что... Керу можно было запустить хоть через полтора часа обучения, но безопасность у нас превыше всего. Так многие делают, но это неправильно. Ребята, кайтсерфинг это спорт, где вы должны владеть кайтом и вы должны управлять ветром. Но ни в коем случае кайт вас тянуть в ту сторону, где вы им уже управлять не можете. Поэтому приходите, обучайтесь, научим очень быстро. Кера уже скоро будет скользить по воде. Да. До встречи уже, ребят, в Дубне. Ну, не знаем, есть такое в планах. Может быть, у нас получится побывать у ребят в лагере. Да, ждем, ждем всех. Это, напомню, была школа Кайтзона. Кайтзона.ру Даже нет слов, да? Да. Ребят, это классно, действительно. Я буду это осваивать. И главное сделать это правильно. Так, чтобы у вас осталось и хорошее впечатление, и вы сами остались целыми. Для этого и нужен инструктор. Вы же все видели, как дядь без инструктора на лыжах учился кататься. Вот тут то же самое, только еще страшнее может быть. Здесь уже Кайт, уже таких ошибок тут растет. Новые занимающиеся приходят. Приходят. Вот так вот. Стоило нам Кайтом помахать в небе, и сразу поприезжали все. Они только сидят, бинокль все смотрят. Когда Кайты замахают. Все, я поехал домой. А ребята остаются им еще работать и работать. Да, давай я тебе в подку разочек мне тоже. Ребят, хочется попросить прощения за такой плохой звук. Под конец, после дождя, камера вообще отказалась писать. Появился отрезок. Ну, естественно, я этого не знал. И вот сейчас хотел бы вам рассказать свои впечатления. Ну, то, что я говорю в вездеходе. Говорю я о том, что сноукайтинг и кайтсерфинг, как любой ответственный спорт, экстремальный спорт, травмоопасный, но и очень интересный, требует грамотного инструктора, грамотного тренера, наставника и требует время для его освоения. Я тоже думал, сейчас, ага, 2-3 часа, там, хоп-хоп, влево-вправо, по рулю и встану на доску и буду кататься, а потом уже буду сам на сам. Нет, я почувствовал, что нет. Хотя у меня есть опыт и в парашютном спорте. И, как бы, ну, я представляю технику эту всю, а нету, надо учиться. Надо учиться, надо понимать процессы, они все отличаются. Меня еще портит немножко то, что я достаточно много летал на авиамоделях и на симуляторах авиационных. И, как у любого авиатора, рычаг на себя, у меня это подъем вверх. И планку, если тянешь на себя, я тяну планку, чтобы кайт взлетал, а у меня кайт, наоборот, падает. И вот это надо выбивать из головы. А так, конечно, это обалденный вид спорта. Мне он очень понравился, и я буду им заниматься. Будем стараться. Ну, и свои успехи буду показывать вам. Я в следующий раз подготовлюсь, пойму, какой нужен микрофон, как правильно крепить камеру на шлем. И, я думаю, будут интересные видосы. Будем стараться все для этого делать. Ну, и до встречи уже на мокрой и жидкой воде в Дубне. Хотя, может быть, у меня получится действительно выехать и в Теремирку. Кто его знает? Ну, не закончится это видео никак. Александру я обещал, что накормлю его мясом с угрилем. Мы его, кстати, помели. На камень и еще как. Могу сказать, что прекрасное получилось мясо. Могу сказать, каждому нужно, кто ходит в поход, кто ходит в какие-то экспедиции, обязательно иметь такую штуку с собой. Вот так, видите, это не от меня реклама. Это от него. Мне очень понравилось, очень вкусно. Ребят, на самом деле, хотели сделать объявление о том, что у Александра сейчас будет стоять лагерь. Как это, Александр, называется? Давай, рассказывай сам. Это Snow Kite Camp в Теремирке. Мы едем на Кольский полуостров. И на этом Кольском полуострове мы будем организовывать лагерь сноукайтовый. Будем кататься на берегу Баренцева моря. Будем делать туры Downwind вниз по ветру 20-30 километров с поддержкой снегохода. В данном туре будет две смены. С 30 марта по 6 апреля и с 6 апреля по 13 апреля. Все включено, вам надо только иметь желание только прилететь в Мурманск или 30-го числа, или 6-го числа, или 30-го марта, или 6-го апреля. Мы вас встретим, расселим, накормим и каждый день будем обучать сноукайтингу. Для тех, кто уже у нас умеет кататься, у нас можно взять оборудование в прокат. Для тех, кто умеет кататься, будут организованы красивые, как я сказал, туры в Downwind. Мы будем кататься на берегу Северного Ледовитого океана, Баренцева моря. Мы будем есть морепродукты. Каждый день будут интересные экскурсии. Каждый день мы будем организовывать такую программу, которую точно вам, кроме нас, не сможет дать никто. Вот так, ребята. А я хочу от себя добавить, что мы постараемся всеми силами поучаствовать, также побывать в Териберке, и вы там сможете встретиться с нами. Скорее всего. Вот не могу обещать, но вот очень хочется. Потому что я решил серьезно заняться кайтом. Ну а что, уже греха таить, может и Мишку туда приобщим, чтобы он это самое ассистентом будет. Чтобы он поломался нафиг на этом кайте. Не поломался. Это ступает мешать. Я тут зуб колком стою тихонько себе спокойно. Что Тимом предварился? Да. В общем, ребят, сайт кайзона.ру, там есть раздел, там есть все контакты. Александра, выходите на связь. И я думаю, у вас будет незабываемое время. И можно еще поймать кусочек зимы вместе с нами, научиться сноукайтингу, чтобы с первой вылазкой на воду, а это у нас будут первые майские праздники, с нами можно будет поехать на Должанскую косу в город Ейск, и на Должанской косе кататься уже по воде. Ну и с 1 июня мы уже всех будем ждать в Дубне. В Дубне-то я точно буду. Встретимся, кстати, и в Дубне тоже, ребята. А мне очень жалко, что я вот так вот опять в конце зимнего сезона чем-то загорелся. Мне захотелось освоить кайты. Я это сделаю по воде, по снегу и не такое летал. Как угодно. Главное иметь желание. Все. И все остальное получится. Все, счастливо. Всем пока.